Ладно, ребят, давайте начнем. Мы сегодня поговорим о том, как нейронные сети применяются для обработки естественного языка. В частности, поговорим о том, как можно при помощи нейростей выучить, насколько похожи слова при помощи таких алгоритмов, как Word2Vec. Это в первой части будет, а во второй части мы поговорим о том, как можно тренировать своего чат-бота, чтобы он отвечал на ваши вопросы. И потом в семинаре мы попробуем реализовать генератор умных цитат. Посмотрим, насколько умные цитаты сможет генерировать ваша нейронная сеть. Собственно, в обработке естественного языка нейросети применяются в многом где и давно. В частности, в машинном переводе. Вот недавно гугловский переводчик стал полностью на нейросетях. Вы можете читать статью о том, когда они это сделали. В общем, нейросети. В среднем он работает лучше по их метрикам. Вот, анализ анальности. У вас есть текст. Вам надо предсказать, например, отзыв. Надо предсказать, положительный отзыв или отрицательный. Или там нейтральный. Чат-боты. Опять же, всякие голосовые помощники, такие как Siri, там Google Now и так далее. Сейчас Яндекс запустил Алису, мы чего-то делали в мейле. В общем, все занимаются чат-ботами. В частности, есть две какие-то такие подзадачи. Это понимание, естественно, языка. То есть надо, чтобы нейросеть как-то скушало текст, который вы ей подали на вход, и смогла бы ответить на какой-нибудь вопрос. И понимание изображения. Опять же, сейчас посмотрим на пример. Вот один пример задачи. Отслеживание сущностей. Тут есть набор строчек. Например, там Mary got the milk there. Там Джон перешел в спальню и так далее. Тут есть куча разных действий. И после всего этого нейросети спрашивают, где находится молоко. И вот тут видно, что здесь молоко куда-то перенесли, еще где-то. В общем, молоко тут очень много раз перемещалось. И НРС надо смочь отследить все эти перемещения. И вот правильный ответ, что молоко находится в саду. Теперь вот я начал говорить про изображение. Вот такая задача. Тут есть как бы смесь и на понимание естественного языка, и на понимание того, что происходит на изображении. У вас есть картинка, и к ней какой-то вопрос. Например, кто носит очки. И вот в первом случае очки носит мужчина. Во-втором женщина. Где сидит ребенок в холодильнике, на руках. Верно ли, что зонтик перевернут. Сколько детей в кровати. Ну, в общем, много вопросов. И для всех них нейросеть должна, во-первых, понять, о чем вопрос. Во-вторых, внимательно посмотреть на изображение, найти соответствующие детали, про которые задаются вопросы. Чуть более сложная задача. У вас есть цены уже, которые, ну, такие дополняющие друг друга сцены. В одной девочке идет по тропинке, и велосипед находится где-то неподалеку. А во-вторых, она идет, как бы, везет рядом с собой велосипед. И опять же, вопрос, верно ли, что девочкой везет велосипед. Ну, вот, в первом случае да, во втором случае нет. Анализ тональности, вот, как пример, вот, мне очень понравился этот фильм. Очевидно, это, как бы, положительный отзыв. Там ужасно, ушла из середины фильма негативный. Там просто отличный фильм. Ну, да, конечно, просто отличный фильм. Видимо, это был сарказм, и метка здесь негативная. Значит, вы в прошлом семестре, возможно, писали какую-то простенькую программу для определения тональности при помощи Black Awards. Так, ну, окей, ладно, сейчас разберем самый простой подход. Значит, простой подход — это Black Awards. Вы составляете словарь, и, ну, допустим, в словарь попадет слово «мне», «очень», «понравилось» и так далее. Там будет какой-то большой словарь, и каждое предложение представляется длинным вектором. В соответствующей позиции, которая встает количество раз, сколько встретилось данное слово. Например, если там второму, второй компоненте соответствует слово «мне», то вот в этом предложении слово «мне» встретилось один раз, значит, что в второй компоненте этого вектора будет единичка. Соответственно, вставляет такой длинный вектор, на нем тренируете логистическую регрессию. У такого подхода есть одна проблема, как минимум одна. Как думаете, какая? Ну, да, да, во-первых, синонимы не учитываются. Так, синонимы не учитываются. Вот, да, помогается не справиться, и еще последовательность не учитывается. Для этого им грамма, может быть, это удовлетворение. Да, правильно, и еще никак невозможно здесь учесть сарказмом, потому что вроде бы мы здесь написали отзыв негативный, но при этом использовали только положительные слова, как там «отличный», например, фильм, и, скорее всего, в логистической регрессии слова «отличный» переселят все другие, и итог отзыв будет классифицирован как положительный. Ну да, собственно, назвали все три. Окей, и поэтому мы хотим перейти к какому-то другому представлению предложений, не back-of-words, а что-то более сложное. Для этого мы сейчас вот как раз в первой части лекции попробуем построить разные представления для слов и словаря. Значит, какая у нас задача? У нас есть словарь, каждому слову мы хотим сопоставить какой-то вектор. Причем эти вектора должны быть устроены таким образом, чтобы они в каком-то плане отражали смысл слов. Например, у слов, похожих по смыслу, должна быть похожесть этих векторов как бы большая, а у разных низкая. Вот мы рассмотрим сейчас четыре подхода. Начнем с самого простого, one-code encoding. Так. Да, one-code encoding. Как я уже сказал, у нас есть длинный вектор, его размерность равна размерности словаря, и в соответствующей позиции, если мы используем слово, там, опять же, там, мне, которое на второй позиции в словаре, то вторая компонент вектора будет единичкой. Проблема? Этот вектор будет огромной размерностью. В частности, я когда работал с чат-ботами, у меня размер словаря был 300 тысяч. Но если вы каждое слово будете хранить вектором в размерстве 300 тысяч, ну, тяжело с таким работать. Стейминг не применяется? Что? Это уже после стейминга. Вот. Вот. Но на самом деле это не так критично, потому что это будут разреженные матрицы, их можно эффективно хранить, их можно эффективно обрабатывать некоторыми алгоритмами. Другая проблема, эта штука, опять же, никак не учитывает близость слов. У вас тоже скалярное произведение между двумя разными словами будет нулем, а между одинаковыми будет, ну, там, единичкой. Ну, как-то не очень полезная мера близости. Но, как бы, зато это просто кодится. Чуть более умное представление — это счетчики. Вы берете фрагменты текста и смотрите, какие слова встречаются рядом с текущим. Например, мы хотим построить вектор представления слова kitten. У kitten есть какие слова в контексте? Есть cute, bird, small, meowed и вроде бы все. Значит, что мы делаем? Во-первых, по всему тексту мы вставляем словарь. В данном случае, если посмотреть, там, часть слов, то вот я их выписал все здесь. И, соответственно, пронумеруем. Вот это там первое, второе, третье, четвертое, пятое, штое, седьмое, восьмое, восемь слов. Соответственно, вектор у нас будет размером 8. Рядом со словом kitten встретились вот эти четыре слова. Значит, давайте на соответствующих позициях запишем единички. То есть вот у нас встретилось cute, на второй позиции ставим единичку. Слово furry ни разу не встретилось, поэтому ставим ноль. И так далее. Получили такие вектора. Так мы можем сделать для любого слова и словаря. Там kitten, cat, dog. И интересно, что на таких векторах мы можем уже мерить близость. Например, при помощи космического расстояния. Почему? Ну да, похожие слова употребляются в похожем контексте. Мы как раз здесь описали слово его контекстом. И поэтому в каком-то плане, меряя близость контекстов, можем мерить близость слов. Можно модифицировать метод, да, чтобы так учитывалось. Окей. Ну вот мы какие-то сейчас жесткие представления выделили. Возможно, это не оптимальный способ их выделять. Давайте попросим нейросеть их выучить. Для этого составим так называемую матрицу представлений. По-английски это Embedding Matrix. У нее будет размер словаря. Словарь будет у нас V, а там модуль V это будет размер словаря. На какую-то размерность, которую мы задали заранее. Например, мы хотим там сопоставить каждому слову вектора размерности 100. И у нас словарь там 300 тысяч. Значит, эта матрица будет сколько? 300 тысяч на 100. Ну, можно сохранить, наверное. Окей. И сейчас мы будем при помощи нейросети обучать эту матрицу. А именно при помощи алгоритма Word2Vec. Значит, есть два способа к тому, как построить Word2Vec. Мы начнем с самого простого. Он называется Continuous Backup Words. И устроен следующим образом. Мы просим нейросеть выучить, решить следующую задачу. Надо по контексту пересказать пропущенное слово. Люди с этим отлично справляются. Значит, нейросеть должна тоже более-менее хорошо научиться решать эту задачу. Как мы будем это делать? У нас будет как бы нейронный сейс с одним скрытым слоем. И каждое слово контекста мы будем кодировать при помощи one-hot-vector. Дальше. Мы суммируем эти вектора все. Получаем… что получаем? Backup Words получаем. Согласны? Если суммируем вектора? Если суммируем one-hot-vector. Ну да, получили Backup Words. Домножая на матрицу V, получили какой-то embedding. И потом при помощи очередного линейного слоя пытаемся восстановить one-hot-vector пропущенного слова. То есть, смотрите, вот здесь одна матрица. Просуммировали, давно уже на матрицу получили embedding. Потом давно уже еще на одну матрицу пропустили через softmax и решаем задачу классификации. Ну, можем максимизировать log-loss. Вот эти веса, то есть, подбираем? Да, подбираем эти веса как раз. Почему второй раз пропускаем через матрицу? Потому что вот здесь размерность 300 тысяч. Здесь размерность 300 тысяч, а здесь 100. А, вы видите, тут дань слоя, что ли? Да, у нас два полно связанных слоя, получается. В одном мы как бы сжимаем все… представляем из всего контекста, а потом из него как бы пытаемся восстановить пропущенное слово. Вот. И идея, если мы сможем обучить такую нейронную сеть, то вот этот вектор, который образуется на скрытом слое, он будет embedding вот этого слова пропущенного. Таким образом мы сможем выучить матрицу представлений. А это как-то понятно? Ну, я не знаю, почему это представление этого слова. Понятно, да? Ну, во-первых, из него можно восстановить все слово. Во-вторых, оно учитывает информацию о том, в каком контексте оно используется. То есть, как бы вот этот вектор, он и контекст учитывает, и из него можно восстановить само слово. Окей? И очень понятно, как он поймет вот это пропущенное слово, которое работает. Ну, как он на этом… А, он по сути семиллярити, что с другими вторыми слов ищет. В этом алгоритме заключается. Ну, как он… Вы говорите пропущенное слово, да? Да. Сейчас. Мы обучаем нейросеть решать такую задачу. У нас есть контекст без какого-то одного слова посередине. И задача — предсказать пропущенное слово. То есть, мы как раз обучаем нейросеть и решить эту задачу. И в каком-то плане, как раз для слов, которые употребляются в схожем контексте, будут схожие вектора представления в итоге. А, то есть, на выходе у нас это закодировано вот это слово, да? Да. Окей. Вот. Это первый вариант. Ну, второй вариант. А почему бы эту штуку не перевернуть и не пробовать предсказывать по слову контекст без текущего слова? Можно по аналогии все закодировать. Это чуть быстрее обучается. Но при этом задача становится гораздо сложнее. Ну, понятно почему. Потому что одно слово можно использовать в куче контекстов. и такая задача гораздо более сложная. Например, если я скажу там слово «собака», то довольно-таки тяжело придумать какой-то отзначный контекст, который оно используется. при этом, как я уже сказал, это обучается гораздо быстрее, и за счет того, что происходит как бы проходит больше информации через это слово, можно надеяться, что выученные представления будут чуть лучше. На практике они примерно одинаковые, но continuous back of words лучше работают с редкими словами. Окей? Ну, собственно, у word-века можно посмотреть на выучиваемые вектора и попробовать поделать с ними арифметику. Например, если мы возьмем вектор, соответствующий слову king, вычтем man и перебавим woman, то получим слово queen. А это в твоей модели, которая из одного расходится, да? Это и в той, и в той получается такой эффект. Так, ну сейчас у первой модели у нас же одно слово получалось, а у или нет? И та, и та модель нам позволяет выучить какой-то вектор представления для каждого слова из словаря. А, и как раз здесь вектор, где единички — это вот эти слова, которые относятся к этому слову. Ну типа того, давайте нарисуем это на доске. Так. Значит, давайте считать, что у нас контекст длины 2 в обе стороны, да? То есть у нас будет здесь v, ну давайте первое, v второе, здесь как бы пропущено слово, v третье, v четвертое, и словарь у нас, допустим, размера 5. И мы хотим выучить представление этих слов размерности 2. Тогда какие у нас будут матрицы? У нас будет одна матрица v размерности, размер словаря на d, то есть 5 на 2. Вторая матрица нам понадобится, которая будет размерности, ну как бы наоборот, d на модуль v. То есть такая как бы энкодер, декодер, как в автоэнкодерах. Энкодер попробует сжать весь контекст. Как он это будет делать? Он возьмет вот этот вектор, это one-hot вектор, там будет как бы 0, 0, 0, единичка на слове v1. Например, здесь для второго, третьего, четвертого слова по аналогии. Мы домножаем этот вектор, который размер модуль v, на матрицу v. То есть получили… Так, сейчас надо не ошибиться, что у нас v транспонированная на v1. То есть как бы сжали вот это слово. Теперь сжимаем второе слово. v, t, v2. v, t, v3. v, t, v4. Теперь суммируем. Получили сумму по i1, 2, 3. Сейчас у нас, да, с одного до четырех, v, t на v, t. А у нас v, t, t, естественно, имеет размер 30 тысяч, а v, t имеет размер 100 на 30 тысяч. Да. И в результате вы получили вектор какой размерности? 100. 100, да? То есть мы закодировали весь контекст одним вектором. Теперь мы… что? 100 тысяч, то вы сказали 5,2. Не, ну да, ну… да, да. Ну сейчас вопрос был, что на практике, вот если у вас там размер слова ряд 300 тысяч, а d примерно 100. Да, то в этом случае вот здесь будет размер 100. А здесь вектора будет, соответственно, огромные, там 300 тысяч. Слой чисел будет, наверное, по этим. Да, да, верно. Теперь мы отсюда пытаемся восстановить слово. И вот это мы берем и вот эту штуку домножаем на матрицу v'. получаем здесь, как бы обратно разжимаем. Давайте обозначим за h. v' транспонировано на h. Получили такой огромный вектор размерности 300 тысяч. И мы хотим, чтобы этот вектор был распределением вероятности, поэтому пропускаем его еще через softmax. Ну, то есть чтобы все объекты, все компоненты были неотрицательны и суммируют единицу. И, соответственно, дальше говорим, что это вероятность какого-то слова при условии контекста. И пытаемся максимизировать логарифм вероятности правильного слова. То есть максимизируем логарифм negative log-like root loss. Отрицательный логарифм правдоподобия. То есть если здесь было правильное слово v, то мы берем… Да, при условии контекста, где контекст это слова v1, v2, v3, v4. Что? Ну, при обучении мы будем максимизировать логарифм вероятности правильный. Да, будем правильный. Да, при предсказании можно было бы делать так, но все-таки мы хотим использовать это немножко для других целей. А именно мы после того, как обучим всю эту нейросеть, мы выкнем матрицу v, оставим только матрицу v'. И как раз ее столбцы будут эмбеддингами вектора… Эмбеддингами слов. Нам не нужна эта сеть для предсказаний, нам нужна эта сеть для того, чтобы эмбеддинги вышли. То есть как раз матрицу… Да. Вот, супер. И вот это continuous back of words. В skip-граммах мы делаем как бы наоборот. Мы по одному слову пытаемся предсказать контекст. Там, соответственно, на выходе уже будет не softmax, а сегмоиды для каждой компоненты. И следующий компонент будет говорить с какой вероятностью такое-то слово встретится в контексте. Выкинуть, вы имеете в виду не пропускать через слой первых. Ну, то есть выкинуть это… Ну, типа мы берем наше слово, умножаем на нас свой штрих, и получаем через softmax нашли, и получаем вероятность. Когда на этапе предсказаний. Нет, сейчас. Окей. Я понял, что вопрос. Еще раз. У нас вот эта сеть. Ее конечная цель – это выучить представление слов. Предсказывать нам в ней уже ничего не надо. Нам от нее нужен только анализ весов, которые она выучила. То есть для того, чтобы получить embedding code слова, нам нужно использовать только вот эту матрицу в штрих. Нам надо закодили на это слово, то есть в это в штрих транспонировал, нам нужно это слово, да, или наоборот. Да. Ну, да, и получим embedding. Пределение, вероятность. Нет. Почему? После softmax, после этого, сегмоиды. Для каждого… Нет, для того, чтобы взять embedding, вам надо просто взять соответствующий столбец матрицы в штрих. Да. Никуда, ни через что его уже не надо пропускать. Все, это у вас вектор представления. Так нам уже нужно найти… Похожие слова, которые будут относиться к этому слову. Которые похожи, мы потом можем считать… Компоненты, их разве не надо все через сегмоиды пропустить, чтобы приемли? Нет, мы можем напрямую брать скалярные направления между embeddingами, вот, соответственно, столбцами матрицы в штрих, и считать, там, к какой-нибудь меру близости. Если слова не было в словаре, проблема. Мы, кстати, уже ничего не можем сделать. Можно при обучении добавить специальный токен unknown, для него учить распределение. Ну, как строить embedding для слов, которые не словаря, мы не будем сегодня рассматривать, но есть методы. Может, в следующем семестре мы на резин-группе разберем. Ладно. Контрольный вопрос. Skip grammar, понятно, как кодить? Вот это CBO, continuous back of words. Skip grammar наоборот. А skip grammar, когда мы по одному находим… Да. То есть, смотрите, давайте быстренько сделаем. Вот у нас есть правильное слово. Мы домножаем его на матрицу, там, в штрих транспонированное. Получили embedding. Потом из него пытаемся установить контекст. Для этого, видим, еще раз домножаем на матрицу в транспонированное. Пропускаем через сигмоиду. Получили вектор размерности, размер словаря. И если он возьмет, там, иту компоненту, это с кой вероятностью итое слово повторится в контексте. И максимизируем вероятность по правильным словам. Ну, по неправильным минимизируем. Мы сами, значит, выбираем объем словаря, который брать. Да. И размер контекста тоже. Окей? Вернемся к арифметике. У нас выучиваются интересные арифметические зависимости. В частности, вот мы уже смотрели king-man плюс woman. Пример равно queen. Во-первых, понятно ли, почему именно такие знаки здесь расставлены? То есть, как бы от короля отняли его мужественность, прибавили женственность и получили королеву. Логично. То есть, в каком-то плане это значит, что вот этот вектор woman минус man это как бы оожествление. Как это правильно? Ну да. Ну, короче, можно предположить, что вектор woman минус man будет любое слово в женский род ставить. Опять же, если мы возьмем swimming, walked, walking, что мы сделаем? Мы continuous вычтем, добавим прошедшее время, получим swim. То есть, как бы плавать в прошедшем времени. Опять же, можно предположить, что вот эта разница, она отвечает за перевод из continuous в past simple. То есть, мы поедем любое слово можно добавить в этот пароль, отнять и добавить и получить просто прошлое? Ну, типа того. Мы на семинаре попробуем поиграться с этой моделью. Я принес с собой обученную на всей Википедии модель. Попробуем посмотреть, что там, какие архитические зависимости можно вытянуть. А я так одну сцену с таким читала. Ну, не похожую просто. Там зависимые, то есть, слова тоже выбрались похожие, и там в зависимости от части речи уже можно даже несуществующее слово подать. И оно зависит, тоже набрали похожие слова, и различные формы этих слова. Да, да. Различные формы, можно сказать, и смешно получилось. Окей. А если он swimming, walked, минус 8, минус swan, то он типа 0? Ну, да, получается. Ну, примерно 0. Тут как бы не строгое равенство. Типа умер? Да. Прикольно. Ну, кстати, да, интересно. Вот на поиске на семинаре посмотреть, какое слово соответствует нулевому эмбеддингу. Так. Можно еще вопрос? Да. То есть, по идее, у него же вектор содержит еще и другие компоненты, а они куда-то? А, ладно, все. Хорошо. Окей. Хорошо. Ну, то есть, да, мы здесь как берем swimming и переносим его на вот этот вектор, который отвечает за… Ну, собственно, вроде бы хорошее свойство. Можно попробовать делать машинный перевод на этом, но на практике вот эти зависимости, как бы это… Они встречаются часто, но не настолько часто, чтобы это использовать для машинного перевода напрямую. То есть, вы не можете там взять swimming, там любой глагол в present continuous и применить с него такое преобразование. Это сработает там не в стопроцентных случаев. А эти методы всякие стемминги не делаются? Ну, зависит от задачи. Ну, вот, например, вот эти зависимости будут как бы со стеммингом работать. Ну, да, здесь будет одним, разумеется. Ну, как бы здесь тоже сработает, здесь будет одно и то же слово, просто вот этот вектор будет нулевой. Не для всех задач нам нужен стемминг, потому что, например, если мы пишем свой отчат бота, мы хотим, чтобы он отвечал согласованным текстом. И если мы будем обучать нейросеть на нормализованном корпусе, то как бы он будет там я ходить гулять. Не, на самом деле, для тональности тоже. Ну, да, когда это делают, тогда это не делают, потому что очень тональности может влиять. Да, да. Окей. Теперь у этой модели есть одна очень большая проблема, о которой я хочу чуть-чуть поговорить. Вот последняя часть, softmax от линейного слоя, требует вычисления всех компонентов, вот всех этих выходных компонентов. Сложность этой операции какая? Надо перемножить матрицу v на x, если аккуратно посчитать, получится, что сложность, размер словаря на d в квадрате, это дорого, часто бывает. При этом в каком-то плане log-loss максимизирует только одну компоненту выхода и градиент пойдет только через нее. Вот эта идея понятна? Первая понятна, что мы могли это сказать. Смотрите. Значит, когда мы минимизируем, максимизируем log-loss или минимизируем, короче, когда мы минимизируем log-loss, на что-то такое, логарифм p от правильного ответа, target при условии чего? Ну, контекста, там, входа, да, ну давайте x условно обозначим. В графе вычислений у вас что происходит? Вот вы посчитали вероятности для каждого ответа, и дальше у вас лосс зависит только от одного, от правильного выхода. То есть градиент пропустит только через него. Через все остальные градиент будет нулевой. Но при этом, так как у нас есть softmax, вот за счет softmax этот градиент распространится на все слова. Вопрос. Можем ли мы вот эту комбинацию линейного слоя softmax заменить на какую-нибудь другую архитектуру, в которой нам не требовалось бы вычислять значение всех активаций? То есть, как бы ускорить ледяный слой? Мы же считаем, что у нас же вероятность. Да. Ну, так сейчас, Аня, там же логарифмы, они, то есть можно считать не от всех, может, а от самых маленьких, самых больших. Например, ну-то это будет минимизация уже другого какого-то функционала, и непонятно, заработает ли это или нет. Ладно, давайте посмотрим, как мы можем это попробовать ускорить. Значит, вот у нас есть значение для softmax. Там экспонент, разделенный на сумму экспонента по всем словам словаря. Стандартная формула. Мы можем попробовать оценить знаменатель. Каким образом? Мы можем взять несколько слов равномерно, типа, процемплируйте словаря равномерно несколько слов, вычлить эту экспоненту. Так, давайте это аккуратно напишем, это важно. Так, значит, у нас есть softmax, это e в степени, как я обозначил, x на vtt, окей, деленное на сумму по i от 1 до размера словаря и в степени x на v и t. Вот эта штука считается быстро. Там за o от чего? За o от d. Скалярное произведение 2 векторов размерности d. То есть, ну, как бы, это просто сделать. Вот эта сумма считается долго, потому что надо сделать это o от d для каждого вектора размерности v. Такая сложность будет? Я не ошибся? Там в... О, d на v. Размер v на v-против. И у тебя переважение v, v на v и еще v штук. Да, короче, это неправильно. Правильный размер будет все-таки... Правильный сложность будет v на d. Вам надо перемножить матрицу на вектор. На вектор. Для этого надо будет... Матрица v. Вот эти все v. Если мы их сложим в матрицу, получится матрица. Ну, окей. Короче, v на d будет forward и backward pass. Предсказание, соответственно, тоже v на d. Окей? Нет. Нет? Нет? Ну, смотрится v на d, умножаем на вектор когленности d. Да. Ну, а на v на d. Да, вот. Окей. Соответственно, давайте пробуем вот эту штуку в знаменателе оценить как-то. Ну, как мы стандартно оцениваем суммы, мы можем сказать, что это примерно равно. Берем там и первое, и второе, и так далее, и катая, сэмплируем равномерно от нуля, ну там, от одного до размера словаря. Взять случайным образом индекс. И тогда вот эта штука примерно равна чему? Средняя. Да, средняя. Тут надо аккуратно с коэффициентом. Я, возможно, сейчас ошибся. Поправьте меня, если ошибся. Сумма по, там, я не знаю, g одного до k е в степени x, v и t, житая. Вот так. Согласны? Ну, если мы возьмем, если k у стремик бесконечности, то вот эти знаменатели будут одинаковыми. Ну, тут все еще есть проблема с тем, что эта оценка, вот эта штука будет не смещена оценкой вот этого знаменателя, нормировочной константы, которая обеспечивает то, что все у вас, все компоненты будут суммировать в единицу. И таким образом, что получилось? Нам надо всего лишь через k объектов forward pass сделать. И сложно такая будет. k надо. k надо. Гораздо-быстрее. Но, как бы, если напрямую так сделать, то это не будет работать, потому что вот эта штука почти всегда будет нулем, во-первых, потому что в идеальном случае у вас одна компонента с экспонентами будет единичная, правильно, а все остальные будут нулевые. И дисперсия вот такой оценки будет, ну, огромный. И вы не сможете с таким работать. Во-первых, хочется сказать, что, окей, давайте тогда в обязательном порядке будем вот в эту выборку включать t, то есть правильный объект. А тогда у вас оценка сразу становится смещенной. И там, если пошаманить с математикой, можно прийти к методу, который называется noise contrastive estimation, который как раз при помощи сэмплирования ускоряет softmax. В предсказании все равно придется вычислять весь forward pass, что дорого, и брать argmax. Окей? Сэмпл с softmaxом понятно? Нет, а дисперсия будет огромная. Потому что требует довольно-таки длинного вывода, потому что вы хотите получить что-то типа несмещенной оценки, и при этом хотите не очень большую дисперсию при оценке ненормировочной константы. Ну, в общем, это... Надо чуть-чуть пошумать. Ну, покрутить, что-то посмотреть, да? Какую нормальную часть вообще? Ка от В составляет? А та объема в В? По-моему, у меня был В 300 тысяч, а К где-то 100 или 20 даже. То есть, вот если аккуратно сделать это приближение, так, чтобы как бы смещение было маленькое и дисперсия оценки была бы маленькая, то там небольших сэмпл достаточно для того, чтобы обучать модель. Мой вопрос. А сколько приближено слов? Ну, чтобы писать какое-нибудь слово. То есть, скажем наоборот, если у нас некоторые слова, то сколько слов может соответствовать модель на цель? В на D? В смысле 30 тысяч на 100 которые? Да, разные стены и соответствуют там какие-то D или нет? Думаю, что у нас же есть некоторые предыдущие слова, следующее слово, предыдущие, следующее, следующее, второе слово. Сколько предыдущих на слух нужно, описать какое-то слово? какой размер контекста требуется для того, чтобы при помощи вот этого метода? Да. Прочее, этого метода K сейчас. Допустим, 300 тысяч у каждого слова допустим по 10, то сам достаточно взять подкашки и выбирать где-то 99 или 99 так, я не очень понял вопрос. Это две разные задачи. Первая задача это какой контекст выбрать в Word Увеке. Отдельная задача это какой выбрать K в Noise Contrast и в Estimation. Это совсем разные задачи, которые вроде не особо зависят друг от друга. Да. Тут постоянно будет нулевая сумма, если делать напрямую вот таким образом. Так делать не надо. Надо добавить в обязательном порядке как правильный объект, который теттый, которого вероятность мы будем максимизировать. Тогда у вас получится смещенная оценка. я надо как-то поправить аккуратно. Это делается в несколько шагов, но короче не особо тривиально. В идеале Softmax возвращает вам бинарный вектор, у которого только одна единица, остальные все нули. Так? Ну если вы будете сэмблировать, вы здесь постоянно нули будете получать. Ладно, давайте все-таки продолжим, потому что я добавил еще два метода того, как можно скорить в Softmax, а именно иерархический Softmax и дифференцированный. Давайте начнем с иерархического. Значит, опять же, идея довольно-таки простая. Давайте построим дерево над словарем. И эмбеддинг, там, вероятность слова cat будем вычислять, идя от корня до соответствующего листа. Мы будем перемножать соответствующие вероятность перехода. То есть, например, вероятность cat при условии какого-то вектора контекста это вероятность того, что в этом узле мы перейдем налево, в этом узле мы перейдем направо и в этом узле опять же перейдем направо. как по листям расположили сетки. Давайте для начала считать, что у нас какое-то двоичное дерево, а слова в листик мы расположили случайным образом. то есть, просто перемешали и как-то расположили. Потом поговорим о том, как их можно правильно расположить. Ну, то есть, ладно, давай сразу же поговорим. Мы в каком-то плане хотим, чтобы похожие слова были бы рядом в этом дереве. Поэтому вы можете сначала обучить какой-нибудь маленький вортувек. Так, это начало, Да, вы можете обучить какой-нибудь маленький вортувек и на его имбетингах сделать какую-нибудь кластеризацию. Например, опять же, иерархическую кластеризацию. И согласно этой иерархической кластеризации построить бинарное дерево. Что такое 1,2,5 пристань там, например, кластеризацию? Ну, например. Ну, это нумерация вершин. Я как бы в таком порядке проиммеровал. 1,2,3, 4,5, 6,7. Сбираешь просто будут листья, которые рядом находятся? Нет, ну, смотрите, у вас будет там слово кэта, дока, и они будут близки. Соответственно, они будут где-нибудь там рядом в одной вершине. Ну, да, но есть листья, которые рядом находятся? Ну, да, но потом как бы вот эти два кластера, которые собака-кошки и которые там что-нибудь другое, там, птички, они потом объединяются в кластер животное и так далее. Вот такое дерево будет. Ладно, вернемся. Понятно ли, как вычитается вероятность какого-то конкретного слова? Например, как вычитать вероятность слова там, dog? Так. Мы перемножим вероятности. Сначала потому что мы перейдем из корня влево, потом из второй вершины опять же влево и из четвертой опять же влево. Чему равна вероятность вероятности первой веры на второй веры? Вот. Чему она равна? Давайте зададим ее следующим образом. Мы возьмем вектор из контекста x домножим на давайте в каждой вершине этого дерева храните какой-нибудь вектор какой-нибудь, который будет обучаться. Мы ускоряем комбинацию линейного слоя и softmax. Мы берем линейный слой, вот эту огромную матрицу, теперь не как матрицу представляем, а как вектора в вершинах этого дерева. Да. То есть вот сейчас вот эта штука иерархический softmax будет заменой линейного слоя и softmax. То есть опять же мы сейчас можем вероятность в листьях получать. Да, но опять же градиентный спуск можно будет сделать. Так вот, мы берем вектор, который записан в первой вершине, вычитаем столярное произведение с нашим вектором контекста, ну там смещение прибавляем, пропускаем через сигмоиду, получили какое-то число от нуля до единицы. Давайте скажем, что это вероятность пойти в правое поддерево. Тогда вероятность пойти в левое поддерево какое? Единица минус это, да, правильно. Соответственно, чему будет равна вероятность кошки в условии контекста? Пойти в левое поддерево. Один минус сигмоида от вот этого. Теперь умножить на вероятность того, что мы во втором поддерево пойдем направо. Это просто сигмоида. Да, от скалярного произведения вектора, который спрятан во второй вершине на контекст плюс какое-то смещение и сигмоид от этого. Опять же, в пятой вершине тоже идем направо, поэтому здесь будет просто сигмоида. Вопрос. При помощи такой схемы мы можем вычислить вероятность любого слова при условии контекста. Что мы хотим от софтмакса? Ну, софтмакса. чтобы это было распределением вероятности над всеми словами. То есть значения, которые должны получиться в листах, должны, во-первых, быть неотрицательными, а во-вторых, суммироваться в единицу. Выполняется ли это для нашей схемы вычисления вероятностей? Выполняется. Почему? Ну да, в принципе, довольно очевидно, что эти как-то люди складывают вероятность в единицу, но то, что они положительные, в общем, тоже очевидно. Ну да, действительно, чтобы положительные прям всем очевидны, потому что у нас каждое значение от нуля до единицы, ну, неотрицательное, да, каждое значение от нуля до единицы. Ну да. Начинаем с листьев собирать. Здесь как бы вот этот префикс выносится за скобку, получается вероятность пойти влево плюс раз пойти вправо, это один из сигма плюс сигма, то есть один. Умножим вот этот префикс и вот так вот снизу вы можете, если аккуратно все распишите, получите единичку. Окей. Какие здесь есть преимущества такого метода и какие есть недостатки? Ну, а вы до конца строите, пока у вас все в один кластер. Не, ну, к вашему вопросу еще иерархическая кластеризация иногда нескольких кластеров одновременно объединяет, если близость одинаковая. Ну, вы можете в каком-то определенном порядке решить их загруппировать. Но это не так важно. Это как бы вопрос к построению дерева. структура наоборот, что-то наоборот, хорошо, как бы у вас похожие слова рядом находятся. Это, кстати, очень большой плюс, потому что представьте, что у вас в первой вершине, например, там, влево по дереву попадают все одушевленные предметы, а справа неодушевленные. Тогда при генерации очередного слова, мы сейчас это будем использовать для того, чтобы генерировать тексты, при генерации очередного слова, у вас как бы все сначала решают одушевленные, неодушевленные, потом здесь решает, там, не знаю, птичка, кошка, ну, неважно. В каждой вершине у вас будет какое-то разбиение на две более-менее связанные категории, пока вы не дойдете до какого-то конкретного слова. И ошибка в листах, где-то, если вы здесь ошибетесь, если там были похожие слова, будет не так критично, как ошибка в первых слоях. Все равно еще вот допустим слова, тоже что-то дозначит, непонятно, и слова, допустим, первая, вторая, вторая, третья, это не значит, что первая, третья. Окей, да, это вопрос уже к самой кластеризации и построению дерева. Хорошо. Да, вот как построить дерево, можно еще кодом Хаффмана, чтобы те слова, которые часто встречаются, были бы поближе к корню, те, кто редко поглубже. ну и опять же, можно случайным образом расположить метки. Так вот, главное преимущество, главное преимущество этого метода в том, что forward pass и backward pass во время обучения вычитается за логарифм N, за логарифм размера словаря, умноженный на D. То есть понятно у вас, вот linear плюс softmax, у него сложность была O большое от модуль V на D для forward pass, а здесь будет O большое от логарифм, двоичный V на D, если у вас дерево сбалансировано. Понятно почему? Вам не нужно вычислять все значения в листах. Как мы помним, у нас градиент пойдет только через вот эту вершину. Поэтому достаточно вычислить только весь путь от корня до правильной вершины и через нее распространить градиент. Это делается за логарифм. Вам не надо вычислять значение активации всех остальных слов. Это значительно ускоряет работу. Но как бы за все приходится платить, поэтому в тест тайме это работает дольше, чем linear плюс softmax. Кто видит почему? Каждое слово нужно до конца. Да. Чтобы взять argmax, вам надо пройти через все слои. Это правда. Тут можно сделать всякие юристики с отсечениями, чтобы сократить этот перебор. Но, как правило, придется распространить до листьев. И количество точек промежуточных вершин будет как раз порядка размера словаря. То есть сложность будет примерно такая же, как и у linear плюс softmax, но эта штука параллельится хуже, чем матричное произведение. Поэтому в среднем это будет чуть-чуть медленнее. Но тут надо как бы понимать, что важнее. Либо модель обучить за несколько часов, а не за несколько месяцев, либо то, что forward pass будет медленнее. Тут вопрос. Всегда ли два будет по вестих? А почему не всегда походят? Почему? Вы не делали потому, что у нас, во-первых, эротическая холстеризация может объединить по два. Мы строим по два всегда. В смысле, если объединили там три, то мы говорим, что он сначала два, потом три присоединяются. Окей? Хорошо. Только бинарные дели строить? Да, только бинарные. Ладно, спойлер вопроса с второго коллоквима для тех, кто ходит на лекции или смотрит нас в онлайне. Как эту модель обучить на случай там, например, тренажных деревьев, где у вас на три каждый раз бьется? Ну, естественно, разделить на два. Там еще одну из вершин. Нет, мы хотим, чтобы каждая вершина была именно из трех сразу же. Не, ну, смотрите, вы придумаете новый метод, который, возможно, будет работать лучше, чем существующий с бинарным деревом. Допустим, вы решили, что давайте использовать тернарные, потому что они будут как бы менее глубокие, возможно… Ну да, 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 правильно. У вас будет как бы не один вектор, а несколько, и вы будете получать, соответственно, три выхода при помощи трех весов, выберу, скатерик через softmax, получать вероятность пойти там в левое, центральное или правое дерево. Хорошо. Так. И, наконец, дифференцированный softmax. Тоже простая идея. Давайте в softmax ограничим количество обучаемых компонентов для некоторых слов. А каких именно? У вас есть некоторые слова, которые встречаются очень часто. Для них мы можем обучать длинные вектора представлений, потому что как бы слово часто встречается, градиента много, без параллельно сможем выучить большое представление. Есть слова, которые встречаются очень редко. Там один раз. Ну чего можно выучить? Мы не сможем выучить там сто компонент за один раз, когда мы видим это слово. Давайте для таких слов использовать маленькие эмбеттинги. на остальные там будут например нулями. Окей? Соответственно forward pass тогда не надо вычислять через вот эти замыленные компоненты, а только через активные. Хорошо? Скорость training и test time получается одинаковая. Вроде бы сэкономили и там, и там. Окей. Есть ли вопросы по тому, что сейчас было в первой половине? Глубина дерева будет меньше? А у вас логарифм от глубины дерева сложность? Можно вообще всю осуществить. Да, но тут как бы соотношение должно быть правильное, потому что ну то есть там как бы логарифм глубины, но еще умноженный на как бы кратность каждого листа, каждого узла, то есть фактически два на это, а там для трех три, и если вы будете постепенно менять, давайте вообще выпишем, у нас что получается? k логарифм k модуль v что ли такое? Такая сложность будет на d. Тут можно поискать какое правильное k выбирать. Ну на практике в общем используются двоичные деревья, я не слышал, что кто-то использовал большей кратности. Ну да. Ладно, давайте перейдем ко второй теме, именно к чат-ботам. Вот сейчас мы о чем поговорили? Ну у вас есть какие-то слова, мы хотим им присутствовать какие-то эмбеддинги, но это как-то все оторвано от жизни, мы научились считать близость между словами, до каких кстати можно дальше использовать? Например, там синонимы искать, если у вас эмбеддинги похожи, то наверное слова там синонимичны. Ну окей, но давайте решим какую-нибудь реальную задачу, а именно попробуем тренировать своего чат-бота. Чат-бота вообще сейчас много где используется, это не обязательно какой-то диалог с каким-то агентом, это может быть например Google Smart Reply, где вам приложение предлагает три варианта ответа на письмо, вы какой-то один выбираете, ответ вылетает сразу же, это как бы экономит вам время на написание текста письма. Куча ботов была запущена в свитере, те, которые умели еще дообучаться, обычно сходили с ума. В частности, вот Тей бот через несколько дней после дообучения начала говорить, что они построят стену и мексиканцы за нее заплатят. Ну, собственно, понятно, почему. Это на самом деле довольно-таки забавно получилось. Ее можно было просить Те, повтори, пожалуйста, и какой-нибудь текст. Она ее повторяла, потом запоминала, что она как бы повторила, дообучалась, и поэтому она очень быстро перешла к довольно-таки российским высказываниям, и после чего ее выключили. Была попытка обучить бота на твитах Дональда Трампа, например, тут возникают забавные соучитания, как Авраам Латина. Понятно, что должен был быть Линкольн, но вот такая игра слов выучилась. Вот. Ну, соответственно, помимо текстовых помощников есть голосовые помощники. Задача не сильно отличается. Вам надо сначала распознать голос, перевести в текст, потом обработать текст, генерировать ответ тексту и его произнести. То есть, это является два шага распознавания голоса и синтез голоса. Причем здесь очень интересно вот что. Вот этот промежуточный компонент, который по тексту вопроса генерирует текст ответа, может быть улучшен признаками, которые выделяет распознаватель голоса. Например, распознаватель голоса может вам возвращать не только текст, а еще эмоции, которые высказал пользователь. И при помощи этого можно улучшать алгоритм генерации ответа. Окей. Да, LSTM-сеть. Мы в прошлый раз поговорили о том, что такое LSTM-сети. Мы на семинаре пробуем еще раз вернуться к этому слайду и подробно вспомним, как они устроены. Сейчас давайте поговорим все-таки сразу же о чат-ботах. Обычный чат-ботов делят на две категории по их предназначению. Это чат-боты просто общение ради общения и общение для достижения какой-то цели. Если вы обучаете ботов для того, чтобы они просто с ним болтать, просто без какой-либо цели, просто скоротать время, у них есть несколько требований. Во-первых, они должны более-менее релевантно начать на вопрос или там на ответ. То есть поддерживать диалог, а не говорить какую-то чепуху. соответственно надо поддерживать контекст беседы. Если я, например, скажу, что типа помнишь, там 10 минут назад ты сказал или сказала что-то, хочется, чтобы бот смог вернуться к контексту, о котором идет речь и ответить релевантным ответом. И также хочется, чтобы бот отвечал бы разнообразно. Потому что вот лично мне не очень нравится, когда мне постоянно пишут, типа да, 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 нет, да. Ну, хочется, чтобы все-таки это развернутый ответы, генерировались нашим ботом. Поэтому с ботом это разговаривает. Да, поэтому с ботом хочется поболтать. Окей, как оценить, насколько ваш бот хорошо работает? Ну, генерировать какие-то ответы, хочется как-то как-то лично померить. Что может сделать? Ну, во-первых, можно посадить ассессоров, дать им приложение, они будут общаться, и потом вставлять там например, от одной до пяти звезд, насколько им понравилось. И потом вы там после релиза каждой очередной версии сажаете ассессоров и смотрите на динамику среднего числа звездочек. Опять же, можно еще использовать оба-теста, если у вас уже приложение запущено, вы можете там одной части аудитории показывать одну версию бота, другую на другую и смотреть как часто они закрывают приложение или там как часто они просто выходят из диалога. У Амазона сейчас есть голосовый помощник Alexa, если я не ошибаюсь, по-моему, Alexa называется. И Амазон запустил конкурс, где надо было разработать приложение для Alexa. И они хотели сделать какую-нибудь метр качества, какой-то бенчмарк, который должны преодолеть те люди, которые хотят там посоревноваться за деньги, за денежный приз. И в качестве такого матчмарка они сделали вот что. Пользователь должен прообщаться с вашим приложением хотя бы 20 минут. То есть очень хорошая и качественная количественная оценка. Сколько по времени человек разговаривает с ботом, пока не потеряет интерес. Окей. Это боты, которые созданы как бы общение ради общения. если же достижение цели. Это совсем другая задача. Вам уже не надо, чтобы ответы были более-менее релевантными. У них должна быть конкретная цель. Приблизить диалог к развязке, а именно к достижению того, что пользователь хочет сделать. Соответственно, все еще надо поддерживать контекст беседы. И здесь более-менее просто мерить качество. То есть, например, если пользователь приходит и явно хочет, чтобы чат-бот открыл какое-нибудь конкретное приложение, вы потом можете померить, открылся ли приложение в конце диалога или нет. Соответственно, все наши любимые метрики, accuracy, precision, recall и так далее, это уже мерить гораздо проще. Окей. Собственно, вот мы поговорили о том, какие есть типы чат-ботов. Как же их все-таки обучать? Как архитектурно строить нейронные сети? И какие есть проблемы? Начнем мы с того, что мы запишем вероятность в постановку, а потом сделаем вот так и скажем, что каждый компонент это нейронные сети. Давайте попробуем это сделать. Значит, вы хотите сгенерировать какой-то текст. Текст это последовательность токенов. Первое слово, второе слово, так далее, n-тое слово. Соответственно, что вы хотите сделать? Вы хотите посчитать совместное распределение на все возможные предложения. После этого что вы сделаете? Самый вероятный пример предложения и его используем как ответ. Отлично. Теперь из теории вероятности мы помним так называемый chain rule. Если у вас есть совместная вероятность n случайных переменных, то вы их можете записать как произведение в вероятности текущей переменной при условии всех предыдущих. Давайте это аккуратно напишем на доске. так пишут v1 v2 v3 чему будет равно? так да так хорошо ну вроде бы я нигде вас не обманул с математикой давайте посмотрим на каждый из множественей какая у него интерпретация что такое вероятность в 3 послой в 1 и в 2 да это распределение вероятностей ну да 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 это математика и интуитивно что это такое это предсказание следующего слова это предсказание третье слово первым двум то есть там нужно просто натренировать нейронную сеть которая будет предсказывать следующие слова в предыдущем и перевозят все эти вероятности окей давайте начнем издалека и потом идем как раз вот к тому что сказал самый простой способ оценивать вероятностей это ну счетчики просто реально посмотреть как часто встречается там слово в 2 при условии в 1 это может делать при помощи нграмм таким образом мы говорим что вероятность этого слова при условии всех предыдущих зависит только от последних там к слов не от всех а только от последних к такой ограниченный контекст ну да то есть для того чтобы не верить что надо посмотреть только на предыдущий к но кей тогда вот эту вероятность можно просто почитать уберете весь свой корпус смотрите как часто у вас встречается слово в это после вот такой комбинации слов и все вы можете после этого предсказывать генерировать тексты но в том что во первых хочется большой к чтобы мы все-таки учитывали длинные зависимости с другой стороны размера вот этой таблицы счетчиков как сейчас встречается это слово после контекста и размер растет экспоненциально с ростом к то есть очень тяжело хранить такие таблицы для больших к ну и более того мы довольно таки быстро переобучаемся потому что у вас все-таки размер выборки как правило ограничен таблиц размеры таблицы становится просто колоссальным и вы не можете почитать все вероятности у вас некоторые там вы это присвоить всех других ни разу не встретиться вам хочется как-то оценивать очень куча куча проблем ну и хорошо что у нас есть нейросети давайте натренируем рекуррентную нейронную сеть которая будет по предыдущим словам генерировать следующее как можно это сделать у нас есть сеть которая возвращает какой-то вектор h его можно интерпретировать как контекст и там можно писать это следующим образом мы берем нейронную сеть подаем ей слово которое мы получили который мы сгенерировали в очередной момент времени например мы хотим сгенерировать слова ваше дай гоу мы сгенерировали слова вэр потом по нему решили что следующее слово будет щу изгиб и также мы сгенерили какой-то вектор контекста в котором заключена информация всех предыдущих словах затем этот вектор контекста скармливаем в следующий момент времени ячейки в ст.м. и генерируем очередное слово и так продолжаем пока не сгенерируем символ конца строки например понятна эта идея то есть надо генерировать следующее слово по предыдущему ровно на этом мы обучаем нейросеть сначала сначала подали первое слово получили какой-то контекст то есть как бы до всех предыдущих вообще всех он-то идея что вы вот этот контекст обновляется каждый раз как-то перезаписываете но при этом все еще хранит информацию о всем предложении это одна ячейка в ст.м. а может там типа не может быть несколько тысяч нейронов ну если там размер hidden size у вас достаточно большой то есть смотрите давайте еще раз вы хотите сгенерировать следующее слово к предыдущим у вас информация предыдущих сосредоточена вот в этой связи которую вы передаете между моментами времени вы получаете на выходе из очередного такта в ст.м. распределение над словами которые можете сгенерировать вот в этом вот в этот момент времени например он скажет что там should слово should уже нельзя сгенерировать там с вероятностью 0 процентов слово a с вероятностью 90 процентов слово he с вероятностью 2 больше сотни уже получилось ну короче вы поняли вот распределение над словами какие слова наиболее вероятны если мы уже сгенерировали where should ну как не все думать where should he, where should I, where should we ну какие-то такие слова будут иметь наибольшую вероятность соответственно после этого мы уже каким-то образом выбираем какое-то слово например в данном случае I и также у нас происходит обновление контекста на выходе из LSTM после этого до слова I мы подаем на вход в следующий такт то есть как бы в нейросичном мы выбрали конкретно слово I и опять генерируем распределение над следующим словом так продолжаем пока не сгенерируем символ конца строки понятно ну мы это сделаем сейчас на семинаре да 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 это тупо генерация каких-то там цитат мы здесь даже вопрос никак не учитываем текущий то есть это просто модель которая умеет генерировать случайные предложения более-менее связанные но никак не связанные с контекстом поэтому опять же вот нам надо в задачи генерации ответа оценить уже не просто вероятность какой-то последовательности слов а условную вероятность ответа при условии вопроса то есть насколько вероятно что вы ответите там да на вопрос там типа ты голодный до сервисом 50 процентов 10 процентов на нет и там остальные ироничные саркатические ответы для этого можем применить так называемую сек-то сек модель это сокращение это секунс-то секунс перевод последовательности в последовательности собственно первая последовательность это слова вопроса вторая последовательность это слова ответа и что мы делаем мы пытаемся их перевести из одной последовательности в другую Как мы это сделаем? Сначала мы оценим, мы вычислим какой-то вектор представления всего вопроса. То есть мы возьмем вот эту последовательность и заэмбедим в какой-то один вектор. Это можно сделать при помощи LSTM. Мы подадим на вход рекуррентной сети последовательно все слова и соберем вот этот вектор, который будет у нас в конце на выходе нейрости. И потом мы его используем как инициализацию декодера. То есть опять же, давайте вот вернемся. Вот здесь этот CITA нам надо какую-то взять на первую итерацию. Вот как раз в качестве вот этого SIDA, в качестве начального контекста, в качестве начальной идеи нейрости о том, что она будет генерировать, мы будем использовать эмбеддинг, который получается на выходе энкодера. Декодер, в свою очередь, потом символно по предыдущей схеме установит нам ответ. Значит, эта схема очень такая powerful, она довольно-таки быстро учится, она подходит для кучи задач. И, в общем, чат-боты очень часто строят именно на такой архитектуре. А помните, если мы вопрос закодировали, и что мы им делали? Подали на вход. Что? На вход подали на вход. Да, подали на вход другой NIRC, который как бы декодер, который уже пытается из этого контекста вычтенить ответ. То есть мы… По близости, вероятности? Нет, вот тут поводает схема. Ладно. Я буквально упомяну несколько проблем. Во-первых, вы хотите вычитать Rmax ответы при условии вопроса, то есть наиболее вероятный ответ. Тем не менее, если вы будете на каждой трассе делать Rmax текущего слова при условии предыдущих, то это не гарантирует, что итоговая вероятность будет максимальной. Кстати, надо как-то бороться. Вы можете для этого использовать, например, BeamSearch. Что такое BeamSearch? Кто знает? Дискредитная оптимизация. Окей. Значит, в чем идея? Вы на каждой трассе генерируете не одного, не только наилучшего кандидата, а несколько. То есть вот у вас пустое предложение, вы сгенерировали модуль B слов. То есть с какой вероятностью возьмете в качестве первого слова какое-то. Потом вставляете из них только K наилучших. То есть K наилучших первых слов. Затем вы каждого вот этого кандидата дальше пропускаете. Да, естественно, здесь получится опять же модуль B. Здесь модуль B. И в итоге у вас получится сколько? K на модуль B. Вы экстрацируете, оставляете K наилучших. И в итоге у вас получается вот такой бач, такой Beam, пучок как бы кандидатов, которые вы постепенно фильтруете. И вот так проходите, пока не сгенерировались ответы. И в итоге у вас будет K каких-то предложений разных, вы из них можете выбрать наиболее вероятную. Это как бы найдет вам предложение с большим P от A при слове Q, чем если бы вы просто каждый раз жадно оптимизировали функцию. А как вероятность предложения считается? Произведение. Ну то есть у нас же был вот этот Chain Rule. Тебе произведение текущего слова привезло передучих. Ну вот как бы каждый раз домножаем. А, то есть так и считаете? Да. Это можно напрямую. Вы здесь уже почитали, когда сортировали. Вы именно вот эти числа и сортировали. Донажайте на вот эту вероятность. Получили вероятность того, что вот эти первые два слова будут. Ну, на практике перемножать числа меньше единицы опасно, поэтому переходят в логарифм. То есть здесь будет сумма логарифмов вот этих вероятностей. Окей? Так. Проблема. Если мы будем максимизировать вот эту вероятность по этапуру слою Q, то, как правило, ваш нейросеть будет отвечать каким-то, универсальными ответами. Ответы такие, как да, нет, не знаю. Встречаются очень часто в обучающей выборке. И поэтому это именно те ответы, которые постоянно будут генерироваться в вашей нейросеть. Ну, не очень интересно. Давайте посмотрим. Можно, да. Идея как раз именно такая. Мы хотим как-то переранжировать наших кандидатов. Вот Ben Search нам вернул как кандидатов. Мы хотим выбрать из них те, которые не такие частотные. Как можем это сделать? Ну, у нас уже есть нейросеть одна. Почему бы не сделать из них две нейросети? Давайте обучим нейросеть, которая по ответу пытается восстановить вопрос. Какая будет вероятность нашего вопроса при условии ответа «да»? Очень маленькая. Очень маленькая. Да, это универсальный ответ. Непонятно, о чем был вопрос. И давайте после этого при генерации максимизировать не просто вероятность ответа при условии вопроса, а еще и вероятность вопроса при условии ответа. То есть, с одной стороны, должен быть релевантный ответ, а с другой стороны, в ответе должна содержаться информация о словах вопроса. Да, да, да. И на самом деле это не так затратно. То есть, да, вам надо обучить две независимые нейронные сети, но вы их можете отдельно обучить и потом уже при предсказании использовать. При предсказании это будет в два раза дольше, но на практике это правило нормально. Окей, что я не рассказал, но что хотелось бы разобрать, и мы частично что-то из этого уже разобрали на reading группе, что-то разберем в следующем семестре. Это, во-первых, как поддержать диалог. Мы сейчас научились отвечать на один вопрос, независимо от контекста. Хочется как-то еще переносить информацию о том, какой диалог был ранее. Attention. Это такой механизм, который позволяет нейро-сети выделять какие-то более-менее важные для нее части предложения. Например, если я говорю, что вот я там купил красную рубашку, не знаю, какого цвета моя рубашка, хочет, чтобы нейросеть посмотрела на слово красный в вопросе. И вот этот механизм, чтобы нейросеть сама выбирала, на что смотреть, называется Attention. Вот сейчас активно ведутся исследования на проекте того, как его сделать. А это разве не похоже на работу ячейки в LSM? Похоже, да, но если у вас очень длинный контекст, то ячейки LSM не хватает. Хочется как бы какую-то внешнюю память, которая позволяла хаять больше информации, не только вот эти там, условно, тысячи. А если просто включить, то посвятить ничего, что вы в прокреплении, что вы в России не согласны. Да, правильно. Так и делают. Называется Neural Turing Machine, например. Ладно, вот. Опять же, мы не поговорили о том, как работать с словарьем, который не входит в словарь, и как можно применять обучение с подкреплением для этого всего. Окей, есть ли вопросы? Продолжение следует...